Всем привет, всем пятница, всем Севен Фрайдей. Возможно, вы смотрите это не в пятницу, но это не так важно, потому что поговорим мы сегодня про часы под названием Севен Фрайдей 7 Пятниц, точнее дело даже не только в названии 7 Пятниц, а в том, что еще в том прекрасном 2019 году появилась вот такая вот коллекция, она стала седьмой, случилось это на седьмой год существования компании и состоит она уже из трех моделей, коллекция называется Т, те кто знаком вообще с Севен Фрайдей знают, что у Севен Фрайдей все коллекции называются буквами, то есть самая первая коллекция называлась П, ну вот например у меня вот на руке П, потом была коллекция М, Q, теперь появилась коллекция Т, то как раз меня многие спрашивали, почему Севен Фрайдей такие большие, ну вот были бы они немножко поменьше и так далее, и как раз вот Севен Фрайдей прислушались к такому запросу рынка, ну на седьмой год, ну ничего страшного, и сделали часы на два с половиной миллиметра меньше, на самом деле разница серьезная, то есть например вот мои старые добрые боевые П1, одна из первых моделей вообще у бренда, то есть им лет как раз там 7-8, кстати вы видите как они благородно стареют, да, вот и для сравнения вот например Т, то есть они немножко меньше и на самом деле даже больше, это как раз я думаю расширяет аудиторию, то есть некоторым людям нравится как раз чтобы часы были не такие большие, не такие высокие, но при этом нравится индустриальный дизайн, корпус телевизор, в принципе похожие по дизайну стрелки, чем-то циферблат, но при этом циферблат другой, циферблат, что достаточно важно, полупрозрачный, то есть до этого был такой open hard, то есть часть над балансом была открытая, но сам циферблат был не прозрачный, здесь он выполнен вот с такого полупрозрачного материала, на нем нанесены метки, но при этом через него при определенном угле света и наблюдателя мы видим и мосты механизма и видим как бьется сердце часов, то есть баланс, а кстати о механизме, механизм в данном случае Seiko, тоже вот такое достаточно важное отличие этой коллекции от предыдущих, то есть до этого это всегда был механизм Yota, в данном случае это Seiko, если честно еще не спрашиваю у Дэна, почему они поменяли механизм, может быть это какая-то политика, может быть это связано с размером, ну честно скажу, сейчас не знаю, потом обязательно спрошу, расскажу вам в инстаграме. Сзади, сзади у них дизайн тоже поменялся, то есть вообще везде дизайн поменялся, плюс еще я думаю многие уже обратили внимание, что изменился логотип до появления этой коллекции, но в новой коллекции уже здесь используют только вот новый логотип в виде такой вот семерки и F. Раньше если был такой логотип в виде механического пресса, то есть какого-то старого станка, также у нас есть вот другой немножко рисунок, чем это было вот раньше на всех коллекциях, и NFC-чип, для чего NFC-чип очень важная и прекрасная технология, вот, к сожалению, не коннекция с айфоном, но если вы установите программу на Android, например, то тогда с помощью программы Seven Friday можно проверить, что часы действительно настоящие, аутентичные, потому что Seven Friday очень много подделывают. Есть, конечно, у нас там хейтеры, которые скажут, да нет, да Seven Friday не такая уж популярная марка, офигеть, какая популярная марка, очень много подделок. Это вот первый признак популярности бренда, если много подделок, значит он очень популярный. Так устроен мир, мир, я не знаю, мир часов, мир сумок, чего угодно. Сейчас уже вышло три модели часов в коллекции Т, вот, я думаю, что позднее будет еще больше, так что коллекция уже стала популярной. Вот Т3, Т2-02 и Т2-01. Т2-01 с таким зеленым текстильным ремнем, на стрелках и на циферблате есть зеленые элементы, которые, если честно, видны только в таком ярком свете, то есть при таком среднедневном свете это все выглядит как черное-черное-зеленое, то есть, ну, они практически темные, но с зеленым ремнем получается, таким, можно сказать, зеленая модель. Т2-02, ну, это такая традиционная расцветка для Сауэн Фрайди, медно-бронзово-технологичный такой вот цвет, это то, что обычно такой винтажный у Сауэн Фрайди. И Т3, Т3 это обычный автоспорт, дайверы, рейсеры, такая более спортивная модель и тоже подложка, кстати, у них красная. До этого, я думаю, многие помнят, например, модель там P3, черная с красным расцветка и черный с красным ремень, но в данном случае не черный, а синий, и тоже он на самом деле виден хорошо при таком ярком свете, так он так как черный практически выглядит, вот это вот внешняя часть круга внутри циферблатов. Для сравнения положу мои P, чтобы увидели какие P огромные рядом с ними, так, на всякий случай от ремень, мой кастомный это акулок, вот, таких в базе таких ремней не было, это мне на заказ специально сделали. Ну, что сказать, мне, мне, конечно, привычно носить и большие Сауэн Фрайди, вот так вот они выглядят на руке, вот, у меня достаточно, конечно, небольшое запястье, как знают подписчики моего инстаграма и ютуба, вот, ну, в принципе, на моем запястье, по-моему, выглядит отлично, на самом деле, наверное, даже вот этот размер мне больше подходит, чем размер, скажем так, более традиционный Сауэн Фрайди, там, вот тех же P, хотя мне нравится и тот и тот размер, я видел, когда люди их вот примеряли, смотрели, ну, кому что больше нравится, то есть тут как бы в основном идет разговор про дизайн, про какие-то акценты, про какое-то вот такое эмоциональное восприятие, вот, ну, и кому-то больше подходит то, что вот они чуть поменьше, поэтому если вам раньше Сауэн Фрайд казает слишком большими, рекомендуете часы померить, возможно, этот размер будет вам вот самое то и манжет не будет задевать. Где можно их посмотреть, где можно их примерить, у нас уже есть эти часы, то есть вот я их на самом деле взял из шоурума, чтобы вам снять их показать, вот, есть и другие разные часы, там, самые разные дизайнерские и не только, вот, приходите в гости к нам на Петровку, в описании будут подробности, звоните, приходите, все померяйте, посмотрите сами. Нет, как говорится, худо без добра. Планировалось, что мы этот влог снимаем на улице, что мы на улице, как раз хорошая погода, солнышко светит, мы ловим, не знаю, какие-то там солнечные зайчики, всякие отражения на новой коллекции, но пошел дождь, все в тучах, очень плохая погода, хорошо, что есть друзья из The Connor Cinema, которые нас приютили, чтобы мы могли здесь снять этот обзор. Почему вообще такое кресло, да, где я сижу, то есть выглядит, наверное, со стороны, как будто бы я сижу где-то в кинотеатре, но, в каком-то смысле, да, я в кинотеатре, но в кинотеатре личном, то есть это компания, которая занимается разработкой и инсталляцией вот этого всего оборудования для того, чтобы у вас дома был свой личный кинозал, то есть не домашний кинотеатр, а домашний кинозал, совсем, что только должно быть, у вас должны быть кресла, которые вот так вот делают. Вот, должен быть хороший звук, хороший экран, звукоизоляция. изоляция со всего-то вот как раз вали из deconor cinema и скажи пожалуйста сейчас карантин карантин больше стал заказать люди хотят все теперь дома сделать ну конечно да спрос возрос скажи пожалуйста что вообще вы делаете это такой будет нас такой дружеской проб а нашей компании немного мы существуем на рынке с 1907 года основное направление нашей деятельности инсталляции с тем пациентами кинозалов и умного дома также мы оборудуем медиа комнаты и занимаемся производством звукоизоляционных дверей занимаемся морскими инсталляциями то есть это палубная акустика либо инсталляция с тем пациентами кинозалов на борту я сколько нужно метров минимально чтобы можно было оборудовать что-то вот такое пространство ну комфортно от 20 вот на так мы естественно работаем с любыми помещениями у нас команде профессионалы и инженеры которые могут решить любую сложную задачу вы ставите разные такие вот кресла которые вот так вот вот делаю у нас есть европейские партнеры которые специализируются на производстве кресел для кинозалов мы компания полного цикла то есть мы делаем все у нас начинается с этапа проектирования мы делаем акустический проект дизайн проект визуализацию и приступаем к приступаем к строительным работам строим оптическую оболожку внутри комнаты производим отделочные работы установку оборудования и последующую его калибровку осуществляем так а прийти можно к вам попробовать на арт-плее к нам конечно у нас офис находится на арт-плее звоните пишите мы всегда рады гостям так что приходите на арт-плей познакомьтесь с валей она всюду вам расскажет покажет как это все работает здесь очень крутое оборудование а можно заказать к вам домой еще лучше вот что мы сейчас будем смотреть давай чуть посмотрим я предлагаю интерстеллер посмотреть класс мой любимый фильм а про часы которые были в этом фильме я расскажу себя за кадром хорошо Хорошо.